ТОЖДЕСВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ Сегодня на уроке мы научимся выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. А сейчас повторим. Выполните данное задание. Установите соответствие. Итак, синус минус х равно минус синус х. Косинус минус х равно косинус х. Тангенс минус х равно минус тангенс х. И котангенс минус х равно минус котангенс х. Мы с вами увидели, что из четырех тригонометрических функций три являются нечетными. Это синус, тангенс и котангенс. И одна единственная функция, косинус, является четной. Выполните следующее задание. Установите соответствие. Синус минус минус х равно косинус х. косинус π плюс х равно минус косинус х тангенс 3π на 2 минус х равно катангенс х и катангенс 2π минус х равно минус катангенс х. Для того, чтобы выполнить данное задание, нужно было применить формулы приведения. А сейчас повторим знаки тригонометрических функций. Мы с вами знаем, что синус х принимает положительные значения в верхней полуплоскости и отрицательные значения в нижней полуплоскости. Косинус х принимает положительные значения в правой полуплоскости и отрицательные значения в левой полуплоскости. Атангенс и катангенс х принимают положительные значения в первой и третьей четвертях и отрицательные значения во второй и четвертой четвертях. А теперь повторим формулы приведения. Формулы приведения применяют для углов π пополам плюс-минус α, 3π пополам плюс-минус α, а также π плюс-минус α и 2π плюс-минус α. Для того, чтобы применить формулы приведения, нужно выяснить для начала название приведенной функции, а потом знак приведенной функции. Если у нас будет угол π деленное на 2 и 3π деленное на 2, то название функции меняется на кофункцию, то есть синус меняется на косинус и наоборот, а также тангенс меняется на котангенс и наоборот. А если же у нас будут углы π и 2π, то название функции не меняется, то есть функция остается функцией. При этом синус остается синусом, косинус – косинусом, тангенс – тангенсом и котангенс – котангенсом. Вторым этапом нам нужно определить знак приведенной функции. Знак приведенной функции равен знаку исходной функции. Например, выясним, чему равно синус 3π на 2 минус х. Мы с вами видим, что здесь у нас имеется угол 3π на 2, поэтому название функции меняется на косинус х. А теперь нам нужно выяснить знак приведенной функции. Знак приведенной функции косинус равен знаку исходной функции синус. Заметим, что 3π на 2 минус х – это угол 3 четверти, а в 3 четверти синус у нас принимает отрицательные значения, поэтому перед приведенной функцией появляется знак минус. Значит, синус 3π на 2 минус х равно минус косинус х. Рассмотрим следующее задание. Тангенс π плюс х. При π название функции не меняется, значит, тангенс остается тангенсом, значит, данное выражение будет равно тангенс х. Это первый этап. Вторым этапом нам нужно выяснить знак приведенной функции. Знак приведенной функции равен знаку исходной функции. Исходной функцией здесь у нас является тангенс. π плюс х – это угол 3 четверти. В 3 четверти тангенс у нас принимает положительные значения, поэтому приведенная функция тангенс х также будет принимать положительные значения. Значит, тангенс π плюс х равно тангенс х. Рассмотрим следующее задание. Нужно найти значение синуса х минус π, деленное на 2. Заметим, что здесь у нас угол π на 2 стоит со знаком минус. А формулы приведения применяют для углов π пополам плюс минус альфа. То есть π на 2 у нас должен быть со знаком плюс. Поэтому вынесем минус у аргумента данной функции. И получим синус минус в скобках π на 2 минус х. Мы с вами знаем, что синус является нечетной функцией, поэтому синус минус π на 2 минус х будет равно минус синус π на 2 минус х. Согласно формулам приведения, синус π на 2 минус х равно косинус х, поэтому данное выражение у нас будет равно минус косинус х. Минус сохраняется. Тождественное преобразование выражения – это замена одного выражения другим тождественно равным ему выражением. Для преобразования тригонометрических выражений мы будем применять формулу тригонометрии, а также алгебраические преобразования. К алгебраическим преобразованиям относятся такие выражения, как вынесение общего множителя за скобки, либо же раскрытие скобок, применение формул сокращенного умножения, группировка слагаемых и так далее. Рассмотрим следующее задание. Упростите выражение. Синус минус альфа умножить на тангенс минус альфа и все это разделить на косинус минус альфа умножить на котангенс минус альфа. Мы с вами знаем, что синус минус альфа равно минус синус альфа, тангенс минус альфа равно минус тангенс альфа, косинус минус альфа равно косинус альфа, и котангенс минус альфа равно минус котангенс альфа. Применяя это свойство, получаем данное выражение. Так как здесь у нас имеются три знака минус, поэтому данная дробь будет иметь знак минус. Далее получим минус синус альфа умножить на тангенс альфа разделить на косинус альфа умножить на котангенс альфа. Мы видим, что отношение синуса альфа на косинус альфа можно заменить как тангенс альфа. Тогда данное выражение у нас будет равно минус в числителе тангенс альфа умножить на тангенс альфа, а в знаменателе котангенс альфа мы представим как 1, деленное на тангенс альфа. Тогда данное выражение у нас будет равно минус тангенс в кубе альфа. Рассмотрим следующее задание. Упростите выражение косинус альфа минус π деленное на 2 минус синус альфа минус π деленное на 2. Выясним значение косинуса альфа минус π деленное на 2. Рассмотрим данное выражение. Косинус альфа минус π деленное на 2. Здесь мы с вами видим, что перед π деленное на 2 стоит знак минус. Поэтому нам нужно вынести у аргумента косинуса минус за скобки, чтобы у π деленное на 2 был знак плюс. Тогда данное выражение будет равно косинус минус в скобках π на 2 минус альфа. Так как косинус функция четная, поэтому косинус минус π на 2 минус альфа будет равно косинус π на 2 минус альфа. По формулам приведения косинус π на 2 минус альфа будет равен синус альфа. Теперь выясним, чему равно синус альфа минус π деленное на 2. Аналогичным образом вынесем минус у аргумента синуса за скобки. И получим синус минус в скобках π на 2 минус альфа. Мы знаем, что синус у нас функция нечетная, поэтому данное выражение будет равно минус синус π на 2 минус α. Применим формулу приведения и получим, что данное выражение у нас будет равно минус косинус α. Подставим эти выражения в исходную и получим синус α минус минус косинус α. Минус на минус у нас равен плюс, поэтому данное выражение будет равно синус α плюс косинус α. Рассмотрим следующее задание. Упростите выражение. Синус 2α минус π плюс 2 косинус α плюс 3π деленное на 2 умножить на синус α минус 3π разделить на 2. Для начала выясним, чему равно синус 2α минус π. Мы видим, что перед π стоит знак минус. Наша с вами задача вынести этот минус за скобки, чтобы π у нас был со знаком плюс. Вынесем минус у аргумента синуса и получим синус минус в скобках π минус 2α. Синус у нас функция нечетная, поэтому данное выражение у нас будет равно минус синус в скобках π минус 2α. Согласно формулам приведения, синус π минус 2α равно синус 2α и минус перед синусом сохраняется. Значит, синус 2α минус π будет равно минус синус 2α. Теперь найдем, чему равно косинус α плюс 3π деленное на 2. Применим переместительное свойство относительно сложения у аргумента косинуса, то есть поменяем местами α и 3π деленное на 2 и получим косинус 3π разделить на 2 плюс α. Согласно формулам приведения, данное выражение у нас будет равно синус α. Теперь выясним, чему равно синус α минус 3π разделить на 2. Опять же, вынесем минус у аргумента синуса и получим синус минус 3π разделить на 2 минус α. Так как синус у нас функция нечетная, поэтому данное выражение у нас будет равно минус синус 3π деленное на 2 минус α. Далее, используя формулу приведения, получим минус минус косинус α. Минус на минус это есть плюс, поэтому данное выражение у нас будет равно косинус α. Подставим эти выражения в данное выражение и получим минус синус 2α плюс 2 синус α косинус α. Заметим, что 2 синус α косинус α это есть синус 2α. Применив формулу синуса двойного угла, получим минус синус 2 альфа плюс синус 2 альфа. Данные выражения являются противоположными, а сумма противоположных выражений равно нулю. Поэтому данное выражение у нас будет равно нулю. Рассмотрим следующее задание. Упростите выражение тангенс 9пи минус альфа плюс котангенс 57пи деленное на 2 плюс альфа. Для начала рассмотрим тангенс 9пи минус альфа. Представим 9пи как 8пи плюс пи и получим тангенс в скобках 8пи плюс пи минус альфа. Так как 8пи у нас является полным углом, то мы 8пи можем отбросить, и тогда данное выражение у нас будет равно тангенс пи минус альфа. Применим формулу приведения и получим, что данное выражение будет равно минус тангенс альфа. А теперь найдем, чему равно котангенс 57пи деленное на 2 плюс альфа. Представим 57пи деленное на 2 следующим образом, как 28пи плюс пи на 2 плюс альфа. Тогда мы получим котангенс 28пи плюс пи на 2 плюс альфа. В этом случае 28пи является полным углом, поэтому мы его также можем отбросить, и тогда наше выражение примет вид котангенс пи на 2 плюс альфа. Применим формулу приведения и получим, что данное выражение у нас будет равно минус тангенс альфа. Подставим полученные выражения в данное выражение и получим минус тангенс альфа плюс минус тангенс альфа, а это и есть минус 2 тангенс альфа. Рассмотрим следующее задание Найдите значение выражения Синус 7 градусов умножить на косинус 23 градусов плюс косинус 7 градусов умножить на синус 23 градусов плюс 1 Заметим, что первое и второе слагаемое данного выражения это и есть формула синуса суммы двух углов Применим эту формулу и получим Синус 7 градусов плюс 23 градусов плюс 1 7 градусов плюс 23 градуса равно 30 градусам поэтому далее у нас будет равно Синус 30 градусов плюс 1 Синус 30 градусов равно 1 второй Подставляя значение получим 1 вторая плюс 1 А 1 вторая плюс 1 это и есть 1,5 Поэтому значение данного выражения будет равно 1,5. Итак, сегодня на уроке мы научились выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. На этом урок завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok